Субтитры создавал DimaTorzok И если знание языков не самая сильная сторона персонажей этих фильмов, у них есть другое оружие. Им они борются за звание стильнейшей короткометражки в России. Самый старый фестиваль так называемых «Киноминиатюрконик» в этом году принял больше 40 заявок от начинающих и уже зарекомендовавших себя режиссеров. В России сейчас набирают очень активные обороты. Короткий метр становится популярен. Это видно по количеству зрителя и по количеству просмотров. Мы недавно делали социальные исследования. И количество просмотров просто растет с каждым годом именно короткого метра. Поэтому да, в России растет. В мире мы ездили в Польшу, показывали наш фестиваль. Там в принципе с этим все в порядке. Там в каждом городе по 2-3 фестиваля и мест нет. Миниатюры восходят на пьедесталы в Голливуде и в Азии. Стремительно развивающийся кинематограф Китая тоже берет крен в сторону короткого метра. Мировой тренд не просто мода, а необходимость, продиктованная временем. Ведь найти в загруженном графике 15-20 минут на просмотр такого фильма куда проще, чем на трехчасовой блокбастер. Ты раньше муфлонов видела? Конечно видела. Да ты что? Я как только увидела, как он эти виражи делает, так сразу и поняла. Муфлон пошел. На кого он был похож? Кто? Муфлон! Так они все на одно лицо. Так же, как и короткометражки для неискушенного зрителя. А, короткий метр? А, арт-хаус. Вот так вот, да. То есть абсолютно не понимают люди, что и как. А на самом деле, да, это очень море, океан целый, по большому счету, короткий метр, в котором мы пытаемся не выплывать, а даже указывать какую-то дорогу, быть капитанами или штурманами. До сегодняшнего дня не только зрители не чувствовали тепла к короткому метру, но и режиссеры. Они воспринимали его как свою визитную карточку или дипломную работу в ВУЗе. И лишь немногие художники остаются верными традиционному кинематографу. Ведь раньше все фильмы были миниатюрными. Например, Александр Кот, который может равнозначно работать и в полном, и в коротком метре. И его брат-близнец Владимир Кот. А вот и кадры его нового фильма «Мама». И она меня бьет! И она сама меня из дома выгнала! И назвала гадина! И вы тоже братья, 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 братья! Ты меня, между прочим, красавицей назвал. Когда я тебя назвал? Ты сказал, поехали, красавица. Ты меня красавицей три раза назвал. Я всем так говорю. Пока одни на экране пытаются найти вторую половинку, другие строят отношения с электронным партнером. Сегодня ровно год, как мы познакомились. Поздравляю! Ой, Алис, вроде же завтра. Я вообще в первый день думал, что ты, ну, просто навигант. Ну, спасибо. А она самое что ни на есть настоящее. Ведь если тебя нет в интернете, ты не существуешь. Цитатой Билла Гейтса парирует виртуальная помощница. Согласно сценарию, она подсказывает водителю такси предпочтение пассажиров, чтобы получать больше положительных отзывов. Короткометражку начинающего режиссера Василиса Кузьминой в жанре скринлайф продюсировал Тимур Бекмамбетов. По словам актеров, съемочная площадка выглядела крайне непривычно. Салон, автомобиля, исполнители главных ролей и камера. Сейчас стала более доступна эта возможность снимать короткий метр. Если раньше нужно было брать пленку, проявлять ее и входить вот в этот очень сложный процесс организационный, то сейчас ты можешь взять, по большому счету, телефон и снимать. Никто тебе не мешает, ну, там, чуть-чуть поиграться с отражателем и с оптикой. То есть возможности появились очень большие. А теперь самое главное – про что? Режиссеры рассказывают зрителям про добро и зло, про победы в науке, о спортивных достижениях и о цене этих успехов. Ты кто такая вообще? Ты кто? Почему ты в коньках сидишь? А? Ты спортсмен, да? Или ты гребаная Джульетта, которая готова умереть за любовь, так умри? Только Ромео Джульетту любил, она себя понапрасну ножом не колола. А это кадры обладателя Гран-при Кинотавра – короткометражка о красоте высокой температуры. Именно такими словами члены жюри сопроводили вручение главного приза конкурса режиссеру Михаилу Архипову. Отметили кинокартину и на фестивале «Коник». Выделяется из всех по затратам, по какому-то внутреннему заряду, по глубине и по продуманности. Но недаром эта картина была сделана на деньги министерства. Все остальное, конечно же, подтверждает мою мысль, что дешевого кино нет. Его просто не бывает. Оно должно быть затратным, если не финансово, то какими-то внутренними ресурсами, человеческими, режиссерскими формой. Хотя, по словам Михаила Багдасарова, российскому короткому метру пока не хватает профессиональной руки. Актер и продюсер отмечают, что работа над киноминиатюрой требует особого мастерства. Ведь раскрыть идею необходимо за короткий промежуток времени – от 5 до 15 минут. Но для настоящего гуру это не проблема. Развернуть драму он сможет и за минутный эпизод. Продолжение следует...